Несмотря на ветер и дождь, почти 19 тысяч человек вышли на главную улицу Черкеска, чтобы пройти в бессмертном полку. Самая масштабная и поистине народная акция объединила людей всех поколений. Детей, внуков и правнуков тех, кто погиб на полях сражений Великой Отечественной и тех, кто смог выстоять в этой кровопролитной войне. В руках у каждого портреты родных фронтовиков, дань уважения героическому подвигу и память о том, какой ценой была завоевана Великая Победа. Это мои героические, бабушка и дедушка. Оба воевали, оба защищали Кавказ. Бабушка дошла до Румынии и там встретила победу, а дедушка дошел до Кенигсберга. Это дань памяти моим родным, близким. Это просто зов сердца и желание почтить память, придя сюда. Молодые и пожилые, серьезные и улыбчивые, так не похожие друг на друга герои из прошлого. Рядовые, офицеры, партизаны, танкисты, летчики, артиллеристы снова в строю. За каждым черно-белым или цветным портретом своя история, своя судьба. Дедушка ушел на фронт в 41-м году. В октябре 42-го при освобождении города Беслана получил тяжелое ранение, был контужен и в 43-м его комиссовали. Это память. Я хочу, чтобы мой ребенок об этом знал, помнил, потому что это святое для всех нас. Это мой отец. Он недавно умер, просто долго жил. Моего папу помню. Всего доброго. Вечную память всем, которые воевали. Он прошел всю войну, Венгру освобождал, Будапешт освобождал, Германию даже освобождал. Был участником парада 9 мая 45-го года. Это мой папа. Прошел всю войну в Манчжурии. Был начальником связи. Я очень чту, всегда помню своего папу. А насколько важно было прийти сегодня? Очень было важно. Это самый любимый праздник моей мамы и моего папы были. Извините, эмоции захлёстывали. У нас дедушка пропал без вести в 43-м году. Мы до сих пор в поисках. Ну, фотографии у нас, две фотографии были. Прабабушка решила увеличить и потеряла. Ни фотографий, ничего не осталось. У нас от этой семьи трое братьев ушли, двое пропали без вести. Один вернулся. Ну, который пропал без вести, один из них у него даже семьи не было. В общем, до сих пор в поисках. Не знаю, чем, кто, чем могут, как помочь. Я не знаю, может, сохранились какие-то данные друзья или кто-то сослуживцы. Ну, мы ищем. Впервые «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в Томске. Тогда в нем приняли участие 6 тысяч человек. С тех пор акция вышла далеко за пределы Российской Федерации, объединив под своими знаменами миллионы людей по всему миру. Победа – это действительно общая и для всего нашего народа. И не просто для народа. Обратите внимание, в очень сложной международной обстановке, которая сейчас творится, акция «Бессмертный полк» проходит во всем мире. Вот сегодня только даже была информация, что Конгресс, Сенат штата Нью-Йорк поддержал акцию «Бессмертный полк». Потому что есть события в мировой истории, которые объединяют все наше человечество. И надо помнить об этих событиях, гордиться нашими предками, которые отстояли наш мир. И помнить, что есть ценности, за которые не жалко и своей жизни, и крови пролитой, потому что она того стоила. И мы гордимся нашими дедами, которыми мы сегодня пришли. Сегодня мой сын тоже маршировал со всеми своими дедами. Мы специально готовили, чтобы... И он должен помнить. Пока он будет помнить, будет наша страна. И пока мы все будем помнить, будет мир во всем нашем мире. Грандиозное шествие в республиканской столице по традиции завершилось возложением цветов к мемориалу «Огонь вечной славы». С каждым годом число людей, желающих пройти в колонии «Бессмертного полка» и пронести портреты своих родственников, сражавшихся за мир и свободу, только растет. А это значит, что эта акция действительно важна и нужна. Мария Клокова, Андрей Дорошенко. Итоги недели. Там бабушка.